Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрировал аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первой ссылке ты получишь боевое снаряжение и оружие. На второй же тебя ждет золотой кейс, который ты сможешь открыть, и то, что тебе выпадет, заберешь себе на свой новый аккаунт. Также недавно была открыта ссылка, где ты сможешь забрать себе пушки якудза и доминировать над своими противниками. Если ты прошаренный парень, ты сможешь забрать весь донат со всех этих ссылок. Также в описании будет ссылка с гайдом, где ты всегда сможешь забрать себе халявный донат. Начни играть по этим ссылкам и огромная остатка, качественный огиб и реально клевый аккаунт тебе гарантирован. Удачи! Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Серега. Прошу в самом начале видео поддержать это видео лайком и обязательно рассказать друзьям. Также обсудите эту тему в комментариях, чтобы мы смогли хоть что-то сделать. А сегодня мы поговорим по поводу закрытия Warface, и это действительно правда. Только закрытие не русского Warface, а бразильского Warface. Примерно неделю назад мне в инстаграме пришло письмо, где бразильский игрок просил меня помочь ему. Ведь на его бразильском сервере очень маленький онлайн, перестали выходить вообще в принципе обновления, и вскоре этот сервер Warface будет закрыт. И он собирает и просит помочь ютуберов, чтобы они хоть как-то огласили это и помогли. Я долго сидел, думал и не понимал, что мне можно в этой ситуации сделать. Ведь если реально на сервере играет очень маленькое количество игроков, никаким образом, никакими видео, хоть сколько миллионов человек его не записывало, но только если всякие миллионники начнут записывать, и на этот сервер придет миллионы человек играть, конечно, админы что-то сделают. Очень вряд ли, что таким маленьким комьюнити Warface, русским, мы как-то что-то изменим. Ведь если вы не знали, в Warface закрывались очень много. В Warface есть очень всяких много клиентов, были китайские, корейские Warface, турецкие Warface. Абсолютно для всех стран Warface был доступен, я до сих пор не понимаю нахрена. И опять же придерживаю свое мнение, что можно просто взять и сделать один сервер Warface, а например европейский сделать основным и просто разделить их на разные сервера. То есть как у нас сделано, разделено на 4 сервера, и также разделить на охренительно огромное количество серверов, где чувак на каком сервере захочет, на таком и будет играть. Но клиент Warface всегда будет один. Опять же можно поспорить это тем, что Warface очень сильно будет лагать. Ведь даже взять наш русский Warface, когда какой-то Новый Год, какую-то они коробку дешевую добавляют, когда много людей начинают это все дело покупать, очень огромные лаги начинаются. И тут я уже шестой год задаю себе вопросом, почему нельзя сделать хороший сервер. Вот представьте, Warface действительно станет очень в России популярным, в него станет играть миллион человек, все со всяких разных регионов будут заходить на русский Warface. И что, действительно админы не будут покупать какой-то нормальный сервер, не будут делать нормальный сервер, они просто будут создавать дельта сервер, еще какой-то сервер, будет миллионы сервер создавать, но никак не обновлять свое железо, чтобы один сервер тянул абсолютно все. Потому что взять Fortnite, тот же самый новый игру Apex Legends, в которой играет миллионы человек, реально вот миллион онлайн, я не понимаю, как сервер может держать миллион человек на своем сервере, а Warface не может удержать сто тысяч. И из-за этого им приходится создавать всякие европейские Warface, и бразильские Warface, так бы они давно это все запихнули в один клиент. И как я сказал, легко разделили на разные сервера, это было бы нереально удобно, вы бы хоть в какой момент, в 4 часа ночи, когда бы не зашли абсолютно любую карту, в быстрее, как вы бы не выбрали, вы бы нашли ее за 5 секунд. Я сейчас понял ситуацию с китайским Warface, был такой китайский Warface, он был моим самым любимым, потому что я жил на Дальнем Востоке, и у меня везде абсолютно был красный пинг, на какой Warface бы я не зашел, у меня был красный пинг. Но, как я жил на Дальнем Востоке, в Хабаровске, недалеко от Китая, у меня на китайском сервере было 3 палки пинга. В 2013 году поиграть на китайском сервере, где 3 палки, а не красный пинг, это было нереально круто, я сразу туда ломанулся, начал качать себе там аккаунт. Но мне не нравился менталитет их игроков, слишком там какой-то был непонятный Warface, слишком там какие-то, не знаю, вот что-то было там не то, да, там проходил урон, но даже вот я тогда понимал, что тогда в пике китайского Warface, он не был вообще популярен. Люди играли одни карты, и играли карты, которые не были популярны у нас, у них вообще другой вкус. У них был дороже донат, но я все равно играл в этот Warface, и в один прекрасный момент его просто закрыли. Поначалу там тоже просто перестали выходить обновления, может быть 6 месяцев, может быть даже год, этот Warface стоял вообще без обновлений, ну и вроде почему бы нет, да, вот у нас в Warface выходит обновление, то мы лучше бы не выходили, сука, иногда выходят такие обновления, в игру вообще невозможно играть, куча багов, лагов, а там просто все всегда одинаково, нету никаких обновлений, да и ладно. Прикол в том, что донатить можно, и никакой вообще информации о том, что Warface будет закрыт не было, просто не выходят обновления и все. И в один прекрасный момент все, друзья, Warface полностью закрывается, ваши аккаунты нахрен удаляются, и вы все идете в жопу. Но нет, они же перед закрытием выдали всем по 800 тысяч корон, я даже обзор на это делал, куча пушек всем выдавал, ну поиграйте напоследок, хотя вы понаслаждайтесь, и потом мы это все заберем, и аккаунты ваши заблокируют. Сколько бы вы денег не кидали в свой аккаунт, сколько бы вы не качали в ваш аккаунт, мы все равно удалим ваш аккаунт, потому что, ну, это бизнес. Warface это просто бизнес, и это невыгодно, и мы должны закрыть этот сервер. Потом так же произошло с корейским Warface, потом еще с какими-то Warface, потом китайский Warface опять открыли, не знаю, жив он сейчас, нет, может быть опять закрыли, хотя не понимаю, китайцев настолько много, реально уж или проблему какого-то китайского видеоблогера заказать в рекламу Warface, и действительно в Китае, где живут настолько дохрена людей, не будет Warface играть хотя бы 50 тысяч человек. Чему я все веду? Это очень обидно, когда Warface закрывается, аккаунты ваши удаляются. Многие опять же говорили, что русский Warface скоро закроется, да, Warface и русский, и вообще любой, может просто взять и закрыться, и вы ничего не сможете сделать, потому что в правилах игры так прописано, то что так-то, 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 вы, это не ваш аккаунт, это не ваши деньги, вы, которые не кидаете, это пожертвование, и ваш аккаунт могут просто удалить и сказать, что все, Warface закрывается, например, выпустить Warface 2, тоже перестать какие-то обновления делать, и возможно, когда-нибудь это будет, но точно не в ближайшее время. Очень обидно за ребят, ведь многие люди качали там аккаунты, донатили в эту игру, я вот не знаю, как я могу, вот сейчас меня просто возьмут и заберут мой аккаунт, в который я кинул кучу денег, мне кажется, в любой версии Warface есть чувак, который задатил в эту игру огромную кучу денег, и, собственно, после этого он у них это все заберут. И максимум, что им можно вернуть, это просто, например, зайти с этой же почты на европейский, вроде бы Warface, да, играя с красным пингом, им на старте дадут, ну, вроде бы неплохо, но все равно какая-то идиотизма. Им не вернут их аккаунт, им просто дадут сразу 26 ранг, открытые все снаряжения и 50 тысяч варбаксов. Да, чувак качал 90 ранг, нафигарился, крутую стату, у него 2000 возможно часов, весь донат в игре, и ему дают 26 ранг с открытыми всеми модулями, и теперь ему нужно играть с херовым пингом. А ведь я не понимаю, в чем проблема сделать именно перенос аккаунта, то есть у вас есть все данные аккаунта, у вас есть абсолютно все, у вас есть, что два года назад человек донатил в эту игру, в само начало проекта, сколько он денег в эту игру закил, абсолютно все данные у вас есть, и в чем проблема перенести аккаунты людей на тот же самый европейский сервер. И так придется играть с красным пингом, если они любят эту игру, но хотя бы будут делать это на своем сранном аккаунте. Ведь опять же, в чем проблема? На PlayStation есть огромное количество серверов, в чем проблема? Все сервера, которые вы закрываете, просто взять и сделать, то что сервера останутся, просто через другой клиент игры, люди будут в это все дело играть. Если, как вы говорите, настолько маленький онлайн там, то ничего от этого сервера не случится, у нас в русский Warface играет более 100 тысяч человек, в европейский Warface играет миллион раз меньше людей. Если в европейский Warface придут люди с китайского Warface, с бразильского Warface, с корейского Warface, еще с каких-то других Warface, я очень сомневаюсь, что там реально берется хотя бы 50 тысяч онлайн, но зато они хотя бы смогут играть на своем пинге, и хотя бы смогут сохранить свои аккаунты. Я не знаю, поможет ли это видео бразильскому Warface, я очень сильно надеюсь, что их аккаунты сохранятся и сделают хотя бы, как я сказал, или хоть что-то сделают, они просто возьмут, как и на китайском Warface, просто удаляют людям аккаунты, закроют эту тему, ну и все, идите нахер. Я просто обязан был хоть что-то сделать, потому что, когда этот чел попросил, я подумал, ну что я сделал, с нему я видео, да всем насрать будет. Ну ладно, вот если вы поддержите реально это видео лайком, оно берет 20 тысяч лайков, хорошо, админы что-то сделают, но если оно реально проскочит, не наберет просмотров, не наберет лайков, админы просто будет насрать на это видео и насрать на тех, кто там аккаунты свои потерял. Другим игрокам, которые Warface будут закрывать в дальнейшем, мы как минимум сделаем доброе дело и обезопасим себя от такого в дальнейшем. Ведь я очень сильно сомневаюсь, что русский Warface когда-нибудь закроется с таким-то онлайном и популярностью в России, но есть еще очень много сервов Warface и даже если там играет тысяча-две тысячи человек, опять же, напоминаю, что из этих тысячи-двух тысяч человек есть по-любому хотя бы несколько человек, которые очень много денег задавали в свои аккаунты и им очень будет обидно эти аккаунты потерять. Также я постараюсь добиться у администрации какого-то ответа по этому поводу, что там вообще происходит и вообще, чтобы они хоть что-то хоть как-то прокомментировали эту ситуацию. Китайский Warface, который также закрыли, кстати, я умудрился сдать, по-моему, тысяч 30 рублей, может быть, 40 тысяч рублей. Это было очень трудно донатить с России в китайский Warface. Там нужно было какие-то кошельки создавать, то переводить. Очень большая комиссия была, но все равно мне нравилась эта игра и я хотел хоть как-то ее поддержать, хоть как-то туда задонатить. Но в итоге у меня и так было очень много аккаунтов. Но сейчас я понимаю, насколько было обидно людям, которые действительно донатили, пытались там что-то прокачиваться, их аккаунты просто взяли и удалили. Я не силен в английском языке, но если хоть кто-то из администраторов ответит на этом видео каким-то адекватным ответом, который я смогу передать этим бразильским игрокам, я обязательно его перейду на английский язык и передам его им. А пока, друзья, я сделал все, что мог. Все, что мог, я постарался сделал от вас. Я опять же, прошу поддержать это видео лайком. Спасибо огромное, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Все ссылки есть в описании. Мы с вами увидимся. Пока.